Пошить авторскую сумку, изготовить длинную посуду или написать картину. Проект инклюзивных мастерских важен каждый, создали несколько одесситок, мам особенных детей. Еще прошлой осенью в швейной студии могли поместиться только два ученика, а сегодня волонтеры могут проводить несколько мастер-классов одновременно. Мечты о большом творческом пространстве начали сбываться. День к раздвери мы будем проводить еще периодически, чтобы люди могли попробовать для себя любую активность, которая им больше понравится. Может, кому-то нравится шить, очень иногда интересно получается. Мы думали, например, швейная мастерская, что будет шить только взрослые, но приходят 14-летние подростки, которые хотят только швейную мастерскую, и они садятся за машинку и пищат от счастья. Открытые мастер-классы проходили на протяжении двух дней, отдельно для взрослых и детей. Многие берут кисточки или пробуют работать с глиной впервые. Осваивать новые навыки людям с аутическими расстройствами помогают волонтеры. Кто-то пришел, узнав о проекте в социальных сетях, чтобы поддержать инициативу. А кого-то эта тема коснулась лично. Я художник-керамист, я делаю посуду для ресторанов, для людей. Я провожу мастер-классы, и, собственно, поэтому я здесь. Детки с особенностями не понимают тот же язык, им больше нужно, возможно, внимания, им больше нужно каких-то тактильных ощущений прикоснуться, еще что-то. И я тоже это только изучаю. Я не профессионал в этой сфере. Мне интересно погружаться в это, и как я могу, допустим, достучаться, донести какие-то простые вещи деткам с особенностями. Но пока что я не заметила каких-то непреодолимых таких трудностей. Главное довериться процессу. Потому что когда ты максимально контролируешь и пытаешься погрузиться, сделать точнее все правильно, то часто все происходит наоборот. А здесь важно прям потоку отдаться и быть в этом очень доверяющим. Рисование дает возможность ребенку обращать внимание на окружающий мир. Потому что то, что мы рисуем, мы на этом все же дотачиваемся и вдохновляемся темами из вне. Поэтому ребенок, даже если он что-то нарисует, например, у нас было такое рисование, мы мышку рисовали. И выйдя после этого урока, вот даже я лично обращала внимание, вот там вот на футболке Микки Маус, там еще где-то мышка нарисована. То есть ребенок, на чем он сконцентрирован, он потом на этом обращается внимание. Инклюзивные мастерские в Одессе в новинку. Несмотря на это, проект успели поддержать десятки людей. Здесь дети и взрослые с диагнозом аутизм не только делают что-то своими руками, но и учатся общаться как друг с другом, так и с окружающими. Конечно, сейчас, когда у каждой мастерской есть свое отдельное помещение, есть вот большая просторная комната, где можно проводить и лекции, и обучение, как и для детей, для родителей. Вот есть кухня, там где тоже можно готовить. Мы планируем проводить также кулинарные мастер-классы. Так что в наших мастерских будет очень много интересного, и мы очень рады, что наконец-то мы расширились, и у нас стало больше возможностей. В планах организаторов расширится до целого комплекса, в котором могли бы обучаться одесситы с различными ментальными расстройствами. А присоединиться к проекту можно, написав основателям мастерских в социальных сетях. Татьяна Брумбей, Константин Ищерет, телеканал «Репортер». Татьяна Брумбей Team Vance вkalопа. Репортер» Татьяна Брумбей, Константин Ищерет. Продолжение следует...